Привет, дорогие друзья! Смотрите, следующий ролик, он по смыслу выходит раньше, но опубликую я его позже, просто чтобы вы понимали и разбирались. Он тоже касается вот этих вот выступлений Порошенко. Я вам, кстати, еще в одном видео, наверное, расскажу, как происходило все изнутри, как действовало управление госохраной, и что это за множество женщин, которые там восхищенно кричали, Порошенко там, наше все. Но сейчас ролик о другом. Смотрите, вот идет Порошенко, кричит «дякую», да? Это просто я к тому, что я скажу в следующем ролике, который вы увидите, а скажу я там о том, что меня потрясла просто его фраза, мол, в демократическом государстве можно кричать все, что хочешь. Ну, а здесь его не оскорбляли даже, смотрим. Дякую! Чему преследуется шария? Чему преследуется шария? Какой-то парень кричит «чему преследуется шария?» Это не оскорбительный вопрос, это обычный вопрос, смотрим на реакцию. Дякую, друзья! Парня начинают бить. Его начинают избивать, причем, обратите внимание, стоит рядом полиция. Не то, что рядом, в 20 сантиметрах. Полиция и просто смотрит на то, как парня избивают. Избивают за вопрос. Если вы не рассмотрели, он просто бьет его кулаком в лицо. Он просто бьет его кулаком в лицо. На, получи. И полиция на это смотрит. То, что полиция давно превратилась в бесполезный отросток, это ни для кого не новость, не секрет. Но, представьте себе такую ситуацию, аналогичную ситуацию в любой стране. Во Франции представьте. При французском полицейском просто берешь и избиваешь человека. При британском полицейском, латвийском полицейском. Вот просто представьте, что при полицейском, где-то в цивилизованном государстве бьют человека. Он будет так же стоять. Да, здесь не цивилизованное государство. Обратите внимание на то, с какой ненавистью они избивают человека. Избивают парня, который просто задал вопрос. Полицейский просто озирается, он не знает, что делать в таком случае, когда один человек хватает другого в захват, начинает куда-то везти. По какому праву он начинает его куда-то везти? Почему они избивают этого парня? Вот этого вот мы запомним отдельно, я вам гарантирую, что с этим мы разберемся также отдельно, потому что, знаешь, когда ты в толпе и начинаешь избивать парня за вопрос, ты должен быть готов к тому, что ты не только станешь известным, но и станешь еще и интересен определенным людям. Даже бабы уже вокруг кричат, что некоторые кричат, это провокатор, потому что он посмел задать вопрос Порошенко, а в этом прекрасном государстве задавать нельзя. А другие кричат, что не нужно его бить. Даже они смотрят, что не нужно его бить. За что вы его бьете? Ты, бля, вот это вот, скорее всего, капеллан. Я, судя по клоунской одежде и вообще по странному виду, это, наверное, капеллан. Ну, верующая людина, что там. Вы видите, я уже не в поезде, зубы мухажем. Петя, вы хоть и дали. Пусть и дали. Пусть и дали. Он не успокаивается, вы посмотрите на него, на этого главного Парахабута. Он же не успокаивается, он бегает еще и ищет. Ему надо продолжение. Ему понравилось избивать людей за вопросы, которые задали его башку. Полиция окружает не тех, кто нападает на людей, абсолютно неадекватно нападает на людей, а тех, кто, собственно, задает вопрос. Молодцы, полиция, да? Ну, спасли, не убили их там, ну и слава богу, знаете. На самом деле, я говорю, уже молодцы полицейские, что не дали убить этих парней за то, что они задают вопрос. Смотри, как возбуждены, как возбуждены. Им надо охранить своего башка, чтобы ему, не дай бог, еще второй раз вопрос не задали. Представляете, второй раз берут и задают вопрос там, за что преследуете шария или когда извините перед шарьем. Да это же ужас, такой вопрос задавать. Нельзя, ни в коем случае. Вся там мразь, которая вам рассказывает о том, что мы идем в Европу, там еще что-то, вся там мразь вам лжет. Просто самым наглым образом лжет. Такое невозможно в Европе. И Европа не рассматривает, конечно же, нынешнюю Украину как часть себя, но это факт. И в фантастических снах такого представить себе нельзя. Вот это вот, это и не Азия, и не Африка, я не знаю, что это. О, этого капеллана, да, наверное, едва успокаивает, смотри, мать через мат, ну он, треба мать и повагу. Повагу до кого? Кого уважать? Порошенко надо уважать? Это ты иди его и уважай. Целуй ему ботинки, в жопу его целуй. Как вы это все делаете? Ну, это твое личное право его уважать, а другое право у другого человека его не уважать. Слышь ты, каждый имеет право на свое личное мнение. Животные вы тупые. Эта истеричка с косичкой все никак не успокоится. Ему надо обязательно наказать людей, которые посмели задать вопрос. Герой, да, говорит оператор. Смотрите, что произойдет потом. Потом у этих мразей уже не будет покровителей. Потом сменится власть, да. И потом, я надеюсь, все-таки немножечко цивилизации придет на эту землю. И нельзя будет просто нападать на человека за вопрос и избивать его, да. И вот тогда, потом, когда мы начнем вспоминать вот этих людей. Вспоминать пофамильно. Вспоминать каждого. Появятся нытики. Как же я ненавижу нытиков? Я их больше ненавижу, чем вот мразей, которые избивают людей. Потому что нытик это самый опасный человек. Вот тот, который приходит и, а чем ты от них отличаешься, начинает ныть. Тот, который приходит и начинает говорить, а как же демократия, свобода слова. Когда ты говоришь о демократии и свободе слова, я вспоминаю, как мрази били людей за другое мнение. Я вспоминаю, лично я, как мрази убивали людей за другое мнение. А сейчас гуляют. По-моему, даже не на подписки, да. Отдельные личности, которыми также новая власть обязана будет заняться. Вот когда придешь и захочешь поныть, просто вспоминай эти кадры. Когда будешь ныть, просто вспоминай, как они били ребят за вопросы. Ты хоть заснял, все? Молодец. Привет, Толя, тут нам напишешь. Толя, привет тебе. Подожди-ка, удачи тебе. Спасибо за видео. Привет и принимаются. И вам тоже большой привет, ребята. Держитесь. Что это за гражданин? Мы его встречали под офисом Зеленского. Он изображал себя блогером. Мы его встречали на форуме Порошенко. Он рассказывал, на каком языке надо разговаривать моим журналистам. Кто это такой? Это Александр Погребинский. Александр Погребицкий. Погребицкий, короче. Он там, конечно, волонтер. Он за все хорошее, против всего плохого и так далее. Ветеран. Все как водится. Его страница на фейсбук. Вот там ничего такого особого нет. Обычное все. Лизание жопы Порошенко. То есть ничего там такого странного. Твиттер его. Там та же самая история. Против Зеленского, за Порошенко. Порошенко наше все. Порошенко армия и все такое прочее. И остальное. Я вас очень прошу запоминать этих людей. Это очень важно запоминать этих людей. И тут нет такого, знаете, колеса истории, что тот тебя бьет, 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 бьет за мнение. Приходит твое время, ты начинаешь его бить, бить, бить за мнение. Не за мнение. Этих людей надо наказывать в уголовном порядке. За то, что они делают сейчас. Сейчас, к сожалению, их наказать нельзя. Их надо наказывать хотя бы общественным порицанием. Потому что эти мрази хотят создать государство, в котором нельзя задавать вопросов. Эти подонки хотят создать государство, в котором будут ходить вот так вот строем. И радоваться, петь свои дебильные песни, размахивать там какими-то флажками. Вот такое государство они хотят создать. Если вы выберете Порошенко, ну вы не выберете Порошенко, даже бессмысленно говорить. Если бы кто-то фантастически выбрал бы Порошенко, такое государство было бы построено. Оно уже практически построено. Потому что полиция смотрит на то, как людей бьют за вопрос. Мы не хотим такого государства. Я уверен, что вы присоединитесь. Мы не хотим такого. Мы хотим, чтобы это была страна свободная, в которой можно задавать вопросы. И тебя за это не забьют и не убьют. А Порошенко это просто мерзавец. По сути это лидер организованной преступной группировки. И вот это вот его преступники, которые бьют обычных людей. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока. Продолжение следует.